Доменщики, столевары, прокатчики и кузнецы – это важнейшие профессии, которые объединяет одна из ключевых отраслей российской промышленности и экономики. Накануне в Самаре отметили День Металлурга, праздник, в который принято чествовать этих мужественных людей, учредили в 1957 году. Таким образом, советское правительство отметило вклад и заслуги отечественной металлургии в победу в Великой Отечественной войне, а также в период восстановления СССР в послевоенные годы. Эта отрасль занимает одну из важнейших ролей в истории тылового Куйбышева, ведь именно на берегах Волги выпускали каждую пятую авиабомбу, каждый третий артиллерийский снаряд, а также легендарные штурмовики Ил-2, которые фашисты называли «черной смертью». Все это было бы невозможно без развития металлургической отрасли. Сегодня Самара продолжает славные традиции своих земляков. Замена старого оборудования. Это делалось в советское время, это делалось в последние годы очень много. И завод, ну, он укреплялся постоянно и был на волне, как говорится. Это приятно. Я надеюсь, что так дальше будет тоже. Сотрудники наших предприятий вносят значительный вклад в реализацию национальных проектов, поддерживают аэрокосмическую, транспортную, строительную и упаковочную отрасли. Из самарского металла делают пешеходные автомобильные мосты, полуфабрикаты для российских самолетов, катера, лодки и многое другое. Опытные сотрудники крупнейшего металлургического предприятия города признаются, что на смену им приходят талантливые молодые специалисты, готовые преодолеть все экономические трудности и укрепить процессы импортозамещения не только на территории региона, но и во всей стране. К отбору кадров относятся с особым вниманием. Два летельщика, работающие на одном агрегате, они по психологической совместимости должны быть выше по уровню, чем два космонавта, летающие на орбите. Так как металлургия – это все-таки опасный производственный объект, и здесь они должны понимать буквально с полуслова каждый. Лучшие сотрудники металлургической отрасли получили грамоты от Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, звания почетный металлург, а также благодарственные письма за плодотворный многолетний труд. Со сцены специалистов поздравили почетные гости, среди которых глава Самары Елена Лапушкина. Пожелания мои простые, но искренние от души. Я предприятию желаю только развития и только движения вперед. А всем заводчанам я хочу пожелать, конечно, мира и добра, спокойствия и радости, стабильности и всего самого доброго. И будьте здоровы! Сейчас технологические и производственные инновации самарских предприятий в сочетании с уникальными свойствами алюминия способствуют устойчивому развитию ведущих отраслей российской промышленности. Несмотря на сложности, связанные с санкциями, наши металлурги не планируют снижать оборотов и прикладывают все усилия для того, чтобы вывести отечественное производство на новый уровень. Анатолий Головко, Василий Колдашов. События.